Дорогие друзья, всем маткульт-привет! Шокирующие новости! Брейкин-ьюс! Алексей Саватеев идет в Госдуму по городу Севастополь от партии Новые Люди. Да, да, да. Я долго молчал, потому что я ждал, чтобы меня зарегистрировали, чтобы процесс уже как-то пошел, да, пошел. Вот, так вот. Что я могу сказать? Я последние годы езжу по стране и вижу, что происходит с массовым образованием. Да, элитные у нас прекрасные, у нас там олимпиады выигрываются или вторые места занимаются, это все понятно. Но это никакого, вообще никакого отношения, в общем-то, не имеет к политике наших министерств, ведомств и так далее. Политика министерств, ведомств загоняет учителей в полную, так сказать, в полный угол. И это, я не знаю, как я могу это изменить, если я сам не пойду в политику, понимаете? Я сейчас хожу в кабинеты, хожу, вчера был на форуме «Армия-2021», ну, потому что в Минпросе меня не слушает никто, да? Значит, я пойду к военным, военные меня послушают, да? Пойду к военным, пойду в ФСБ, пойду в Кремль, в администрацию президента, да? И в Госдуму тоже пойду, ну. А там уж посмотрим, конечно, да, в Госдуму. Поэтому постараемся по максимуму выступить в Севастополе за оставшиеся три недели, обращаясь к каждому, каждому из вас, каждому реально настоящему патриоту своей страны. Друзья, это не важно, от какого города я изберусь. Моя повестка — это спасение массового образования. Поэтому любой человек, который ставит эту цель выше каких-то, может быть, проблем своего двора, возможно, в которых я сегодня не разбираюсь, придет и проголосует за меня в Севастополе. Вот. Вот что я хочу сказать. Но на самом деле в проблему города я тоже буду вникать. Точнее, у меня есть замечательный, заслуженный житель города, который будет моим заместителем в случае моего попадания в Думу. И он будет рассматривать ваши проблемы серьезно и по-настоящему. Вот. Но главное — это образование. Поэтому я прошу всех подписчиков, всех до единого, у кого есть кто-то в Севастополе, кто-то знакомый, я уже не говорю про тех, кто просто в Севастополе живет, те все, просто я всех приглашаю 19-го числа. Только, ребята, давайте соблюдать аккуратность. Только 19-го и никакого электронного голосования. Я не буду говорить, почему. Вы сами все понимаете. 19-го сентября приходите и ставите за меня галочку. Передайте всем языкам, всем народам, всем, чтобы попробовать меня пронести на ручках туда. Значит, еще я хочу сказать, что наша компания практически вообще бесплатная. Ну, то есть она вот... У нас только народные деньги, да? У нас нет никаких за нами корпораций, денег партийных тоже на данный момент нет никаких. Вот, и, соответственно, если вы хотите помочь этой компании, помочь мне попасть в Госдуму, и если вам не будет обидно, да, если вы поможете, а я не попаду, если вам не будет обидно, то, пожалуйста, помогайте. Вот здесь вот внизу есть указание, как именно это надо осуществить. Это избирательный счет, там есть много тонкостей, все тонкости внизу. Вот, сейчас разбираемся, получается, что со Сбербанка туда, видимо, нельзя переводить. Но, может быть, эта проблема будет решена. С остальных банков можно. Это РНКБ банк. Ну, в Крыму нет Сбербанка, понимаете? У нас в Крыму нет Сбербанка. Ну, ладно. Попадем к власти, все решим. Вот. Ну, вот такая самая главная новость. Поэтому, друзья мои, помогайте мне, чем можете. Кто-то, может быть, захочет как-то помочь на местности, стать волонтером. Кто-то просто передаст в соцсети. Кто-то там в Фейсбуке опубликует. Кто-то еще где-то опубликует. Кто-то там денежкой поможет. Давайте все хором, всем миром. Я народный кандидат. Я борюсь за народное образование. Вот. Выдохся. Но это еще не все. Новости августа также включают. Форт Боярд, который вышел у нас. Третий Форт Боярд. Это бы работало, да? Да. Все. По ссылке. Новый у Николая Россова на грозе. Новое с ним шоу совместное. Никита Сергеевич Михалков процитировал меня в своем бесогоне. Такое грозное обращение, да? О спасении учителей. Например, когда я слышу, что думает по этому поводу. На мой взгляд, очень самобытный и талантливый человек. Доктор физико-математических наук Алексей Саватеев. Человек, который действительно озабочен тем, что нас ждет впереди. Если мы об этом не задумываемся. Грозное обращение к экспертам нынешним. Вот, смотрите сюда. Никита Сергеевич, огромное спасибо за эту рекламу. Вот. Значит, совсем недавно, буквально сегодня, был подкаст на Изоленте. Такой, значит, тоже канал. Стримы были с Михаилом Богдановым, моим коллегой. Между прочим, из другой партии. Да, я от новых людей иду. Он идет о справедливой России. Но я ему желаю победы. Потому что он тоже топит за образование. И мы с ним нашли общий язык. Поэтому это важнее. Это поверх как бы партийной принадлежности. Это то, что должны прийти люди, которые будут бороться за образование. Вот. Дальше, значит, есть гениальный фейк, в котором не я, а какой-то робот моим голосом говорит. Эй, всем привет! Маткульт, привет! Я совершенно обалдел. Меня все спрашивают, типа, вот как ты согласился на вот эту вот, на эту разводку? Я, я, какую разводку? Что? О чем вы вообще говорите? Да? Посмотрите, вот сюда. Там некто спорит со мной, но меня при этом нет. То есть, он надергал, видимо, фраз из разных роликов. Получилось очень смешно. Но это не я. Это не я. Марк Девилман записал со мной подкаст. Он живет в Нью-Йорке. Мы с ним очень классно поговорили. Ну и, наконец, два объявления. Это что? Будет набран седьмой класс. Дети и наука наберут седьмой класс, где будет преподавать математику по ста урокам моим. Ирина Евгеньевна Афанасьева. Замечательная молодая преподавательница. Вот. Так что имейте это в виду. Вот по ссылке вся информация. И профессор Мантуров. Из физтеха. Начинает курс. Алгебраической топологии для всех желающих. Мини-курс. По ссылке написано, как регистрироваться. И удачи вам в изучении топологии. Я сам все прохожу и прохожу. Курс Никиты Калинина из Санкт-Петербурга. И я уже, в общем, прям начал чувствовать, да, вот эти все вот тут какие-то, тут такие страшные, да, заузленные какие-то сферы. Я их делю на клетки. Смотрю, как граница наматывается на клетки меньших размерностей. Вычисляю индекс этих отображений. Соответственно, это дифференциал, да, в некотором комплексе. И его кагомологии называются кагомологиями рассматриваемого пространства. Друзья мои, Маткульт привет и с наступающим новым учебным годом!